Всем добрый день! Здравствуйте! Я приветствую вас на своем канале. Итак, сегодня 28 октября. В Москве начались ковид-кулы. Или как там их называют от слова ковид? Локдаун, не знаю, как угодно назовите, но люди есть по домам, большинство. Все закрыто, магазины, закрыты торговые точки вообще, общепит. Вот, даже вот такие кафешки небольшие, все-все закрыто. И сегодня, насколько я знаю, я приехала сегодня на Красную площадь, потому что увидела в Инстаграм, что выстроилась огромная очередь в Мавзолей. Но Мавзолей работает до 13 часов, и поэтому сейчас, я здесь уже чуть попозже, поэтому уже очереди нет, но когда я увидела эту очередь в Мавзолей, я поняла, что людям, наверное, уже больше просто некуда пойти. Вот. Очередь была очень длинная, она спустилась туда вот вниз, как бы к охотному ряду. Надо будет сюда еще приехать, поснимать как-нибудь, когда Мавзолей теперь будет работать в субботу. Он работает в понедельник, вторник, четверг, по-моему, всегда четверг и суббота. В общем, завтра у него выходной. С 10 до 13 часов. Ну что ж, очень, все-таки есть в Москве приезжие, и вот я смотрю, ходят по Красной площади, там что-то объясняют, показывают, рассказывают друг другу. Ну то есть явно видно, что приехали в такое вот время. Ну, кто-то, возможно, поехал из Москвы в другие города, а кто-то из других городов, используя эти дни как отпуск, приехал в Москву. Возможно, и так. И вот первый день этого локдауна, Красная площадь, вот так выглядит. Сегодня стало пробиваться солнышко, с утра были тучки, дождик, А сейчас так-то вроде ничего. Надеюсь, что погода наладится, и хотя бы, если уж мы не можем никуда пойти, ни в музей, ни в театры, ни в кафе, мы хотя бы можем погулять по хорошей погоде по Москве. Этого пока еще нам не запретили. Я осознаю всю сложность ситуации, понимаю всю серьезность момента. У меня в семье случилось несчастье, связанное с ковидом. Ушел очень близкий родственник от этого заболевания. Я видела, как болеют эти люди, как он болел. Я видела, как его спасали, и ничего не смогли сделать. Поэтому я никак, ни в коей мере не осуждаю вот это вот. То, что сейчас происходит, это, наверное, правильная мера. Это должно быть. Но мне непонятно одно. Почему тогда, при том, что мы не можем зайти вот здесь, даже в ГУМ, или в KFC, или в Бургер Кинг, только на вынос, почему при этом нас выпускают в Турцию, в Египет, в другие страны, при этом поднимая билеты в три раза. Ну, почему? У меня нет на этот вопрос ответа. Правда. Нет. Я этого не понимаю. Я понимала, в первую волну, когда было в мае 2020 года, в апреле-май, мы сидели по домам, тогда было понятно. Да, всё было закрыто, ничего не работало. Правда, работали магазины, но люди сидели по домам, было сложно там по этим, по пропускам ходили. У меня в то время случилась такая ситуация, что я должна была обратиться к врачу, и мне было сложно обратиться к врачу, потому что все, в основном все больницы работали на ковид, и сейчас, наверное, тоже так. Я думаю, что люди, которые вот сейчас кому-то, если надо вот пойти к врачам, возникнут сложности. При том, что я пошла платно, и то сложно было найти врача. А бесплатно, это сейчас, по-моему, просто нереально. Это очереди на месяц вперёд, и, учитывая эту ситуацию, наверное, сейчас ещё хуже. Вот. Я понимаю, что должны быть какие-то меры, но почему такое двоякое отношение? Почему при том, что закрыто всё в стране для людей, почему при этом работают вот эти... Ну, турфирмы-то понятно, должны работать, ну, можно было продавать как-то путёвки на, там, ну, не знаю, на ноябрь, на конец, на декабрь. Если уж люди, если уж сажать, что называется, на карантин, ну, или как-то это, конечно, официально это не карантин, но типа того, да, то почему... Потому что очень многие восприняли карантин вот этот, как... просто как праздники, как отпуск, и поехали отдыхать. А потом, когда будут... они вернутся, будет опять новая вспышка, как это было после лета. Почему осенью новая вспышка произошла? Ну, потому что летом люди понаотдыхали, кто где мог, и поразвезли это всё, понимаете? Я не знаю, это моё мнение, я никому его не навязываю и не претендую на какую-то семипяди во лбу в этом отношении, не семипяди я далеко, но вот этот вопрос мне непонятен. Ну, а Красная площадь хороша в любое время, в любое время года, в любое время всех перипетий. И сегодня, 28 октября, первый день вот этих каникул запретительных на всё, она выглядит вот так. Конечно, не такая многолюдная, может быть, как обычно. Она выглядит так, как выглядит Красная площадь в обычный будний день. Сегодня четверг. Я знаю, что многие ещё работают, несмотря на все эти указы. Многие, очень многие фирмы и вообще организации вынуждены просто работать, они не могут не работать, я не знаю там, с чем это связано, но у меня, вот я слышала, вот и многие знакомые, и, ну, работают люди, работают. Ну, а я приглашаю вас прогулять по Красной площади, ощутить себя в Москве сейчас, в это трудное время, разделить с нами эту ношу, и просто посполюбоваться на Красную площадь. Давайте погуляем. しま구�ty. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... 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 Продолжение следует...